Время. Что это такое? На этот вопрос даже сегодня нельзя ответить однозначно. Кто-то говорит, что оно может лечить раны, а иногда оно беспощадно разрушает то, что нам дорого. На протяжении истории находились люди, которые пытались изучить время, как-то на него повлиять, замедлить, но никому этого еще не удавалось. Однако в начале прошлого столетия в Париже произошел интересный и в то же время загадочный случай, причины которого так никто и не смог объяснить. Этот ролик был подготовлен совместно с моими друзьями к каналам «Мифы и реальность». Далее Дмитрий осветит эту историю. Это случилось ночью 30 декабря 1902 года в 1 час 05 минут местного времени, когда по всему городу в одно и то же мгновение произошла остановка всех часов и маятников. Впоследствии этому событию было присвоено название «Парижский сбой». В Париже в одно мгновение остановились все маятниковые часы, что заметили многие горожане. Во время работы маятниковые часы издают ритмичные звуки, поэтому их остановка, которая произошла в столь поздний час, была сразу же замечена. И тех, кто еще не спал, и тех, кто резко проснулся, насторожила наступившая зловещая и непривычная тишина. Не было слышно ритмичного стука маятника. Подойдя к часам, люди увидели, что они стоят. В это же мгновение все почувствовали себя плохо. Началось головокружение, тошнота, слабость, а у некоторых полуобморочное состояние. И у всех был навязчивый и необъяснимый страх. В городе началась паника. Люди боялись не только повторения случившегося, их пугала неизвестность. Если бы они знали причину, им было бы проще осознать происходящее и справиться с этим. Но ни власти, ни ученые не могли успокоить горожан, потому что никто не знал, почему все это происходит. Это событие было описано во всех парижских газетах. И даже в Российской империи в журнале «Вестник знаний» год спустя вышла статья, посвященная этому загадочному явлению. Конечно, это явление заинтересовало ученых. Метеорологи сказали, что в это время не было никаких необычных атмосферных явлений. Сейсмологи также не зафиксировали ни малейших колебаний почвы. Интересен тот факт, что остановились только маятниковые часы, а пружинные шли абсолютно нормально. Некоторых ученых это навело на мысль, что причину нужно искать в сбое притяжения Земли, ведь маятник движется под воздействием силы притяжения. По их логике, раз произошла остановка маятника, значит на какое-то время пропало земное притяжение. Но в таком случае все люди почувствовали бы это, так как оказались бы в состоянии невесомости. Но ведь этого не было. У физиков осталось одно объяснение. По непонятной причине появились некие колебания, фаза которых была противоположна колебаниям маятников. При сложении фаз колебания уничтожились, и часы встали. Но что могло быть источником этих колебаний, так и осталось загадкой. Но вот что интересно узнать, в ту ночь в Париже остановились только маятники часов или все приборы, совершающие колебательные движения, например, знаменитый маятник Фуко. Как себя в ту ночь вел маятник Фуко, установленный в Парижском пантеоне? Это приспособление, изобретенное Жаном Фуко, демонстрирующее вращение нашей планеты. Оно представляет собой трос, длиной в 76 метров, один конец которого крепится к потолку, а на другой закреплен груз весом в 27 килограмм, имеющий на конце острие. Конструкция может свободно колебаться во всех направлениях. Для определения направления вращения маятника под устройством насыпан песок, на котором острие рисует отметки. За маятником Фуко круглосуточно вели наблюдения специалисты, периодически записывая данные в журнал. По одной версии, они сказали, что никакого сбоя в движении маятника зафиксировано не было. По другой, после проведенного в конце 1990-х годов журналистского расследования, выяснилось, что в работе знаменитого маятника Фуко все-таки были зафиксированы изменения. В ту ночь маятник Фуко, установленный в здании Парижского пантеона, якобы прочертил необычные линии, что свидетельствовало о сбое в его колебаниях. Это было так. Французский журналист Жак Лемье решил еще раз узнать о поведении маятника Фуко в ночь на 30 декабря 1902 года. Смотрителя, дежурившего в ту ночь в живых, конечно, уже не было, поэтому Лемье встретился с его внучкой Кристиной Шардер, и она рассказала ему тайну, которую ей поведал дедушка. Оказывается, маятник Фуко, как и другие маятниковые часы, тоже отреагировал на парижский сбой. Мужчина, как и положено в ту ночь, проверял штрихи, нарисованные острием маятника, и заметил, что рисунок неравномерный, как будто маятник либо качался в другую сторону, либо останавливался. Мужчина внес записи в журнал, где подробно все описал, а наутро рассказал о своих наблюдениях начальству. Но парижские власти дали указание уничтожить все свидетельства случившегося. Лист с записями смотрителя был вырван и заменен на другой, на котором были записи о том, что никаких происшествий зафиксировано не было. Самому мужчине было приказано молчать, что он и делал всю свою жизнь, и лишь перед смертью он рассказал о случившемся своей внучке. Дотошный Жак Лемье нашел в архиве тот самый журнал, и лист, датированный 30 декабря 1902 года, действительно отличался от других. Были, конечно, и другие версии происходящего. Были версии и про инопланетян, про их эксперименты, но эта версия вообще нисколько неправдоподобная. Была версия и такая. В ту ночь в Париж врезалась маленькая нейтронная звезда, которая имела очень большую скорость вращения. Она вошла в Землю и на какое-то время парализовала ход маятников. Нейтронная звезда – космическое тело, являющееся одним из возможных результатов эволюции звезд, состоящее в основном из нейтронной сердцевины, покрытой сравнительно тонкой корой вещества в виде тяжелых атомных ядер и электронов. Многие нейтронные звезды обладают чрезвычайно высокой скоростью своего вращения, до нескольких сотен оборотов в секунду. По современным представлениям, нейтронные звезды возникают в результате вспышек сверхновых звезд. Кто-то из специалистов пытались объяснить парижский сбой высокой активностью Солнца. В момент солнечной активности происходит выброс вещества сильной электромагнитной энергии, и если он направлен на Землю, то количество вещества не влияет на гравитацию, но происходит сильное возмущение магнитного поля планеты. Так как большое количество деталей механических часов выполнены из легких токопроводящих металлов, изменение индуктивного поля может превышать силу гравитации и изменять период и амплитуду движения деталей, что для часов означает нарушение хода или остановку. Но ведь на Солнце не впервые происходят выбросы, а часы почему-то встали только в этот раз. И почему не сбились с хода пружинные часы? Было и предложение, что к этому событию причастен Никола Тесла. Возможно, он проводил какие-нибудь свои опыты, и резонанс так повлиял на часы. Но и это вызывает много вопросов. Как и почему? Прошло уже более ста лет, но парижский сбой так и остался тайной. Скорее всего, тайна парижского сбоя так и не будет разгадана, если, конечно, не будет зафиксирована похожей остановки маятниковых механизмов в будущем. А если ролик вам понравился, ставьте лайки и пишите свои комментарии. А у нас на этом все. Подписывайтесь на канал моих друзей «Мифы и реальность». Впереди вас ждет еще немало интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok